Ольга Моевина, здравствуйте. Разрешите, пожалуйста, о сегодняшней эпидемиологической ситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители республики Саха и Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки на территории республики, по данным Роспотребнадзора, по республике Российской Федерации, зарегистрировано 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 41 случаев зарегистрировано в городе Якутске, остальные зарегистрированы в районах республики. Говоря о тех событиях, которые происходят в районах республики, я хочу обратить внимание на то, что, безусловно, сегодня мы принимаем все меры для того, чтобы как можно меньше было у нас случаев, в том числе в районах, чтобы вирус не расходился в дальние поселения. Но, тем не менее, и приехавшие дети, и родственники. И то движение, которое обычно у нас происходит в сельскохозяйственных районах республики, оно дает нам достаточно большое количество заболевших и вирусоносителей. На сегодня у нас в районах, в нашем первичном звене, лечится уже больных больше, чем в городе Якутске на уровне первичного звена. В 9 случаев зарегистрировано в Верхневилюйском и Лусич, по 4 случая в Алданском и Вилюйском, по 2 случая в Ленском и Нерингринских районах, и по 1 случай в Горном, Мегино-Кангаласском и Мирненских районах. Те случаи, которые связаны непосредственно с сельскохозяйственными районами, а это случаи в отдаленных поселениях, как в Чуропчинском, так в Вилюйском, так и в Верхневилюйском районах, они стоят в том числе и параллельно на контроле Министерства сельского хозяйства республики, которые обеспечивают соответствующий иной режим взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями, которые осуществляют как заготовку. Сегодня производство молока и соответствующие меры принимаются. К сожалению, у нас сегодня ночью один летальный случай, соответственно, это выражаем, безусловно, соболезнования его родственниками. Врачи достаточно долго боролись за жизнь 70-летнего мужчины, тем не менее, осложнение произошло, в общем-то, в том числе и за счет хронических заболеваний. За сутки лабораториями республики проведено 2626 анализов и, соответственно, всего у нас 338 292 теста проведено на коронавирусную инфекцию в республике за этот период. Вчера глава республики Сахая-Кутя Айсен Сергеевич Николаев подписал указ о продлении ограничительных мер на территории республики с определенными послаблениями. Ограничительные меры продлены на две недели по 28 августа. Разрешено и допускается с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм открытие спортивных, непосредственно наших открытых стадионов, которые в обязательном порядке под персональную ответственность соответствующего владельца. Это может быть как орган государственной власти, как орган муниципального образования, так и частник. Непосредственно осуществляется их открытие, но с персональной ответственностью за санитарно-эпидемиологическое благополучие тех, кто там будет заниматься. И момент, на который я бы хотела обратить внимание, действительно мы приняли решение, и глава республики на основании представления главного санитарного врача по республике Сахая-Кутя Маргариты Игнатьевой разрешил действия частных фитнес-клубов и опять же с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и позиций. На настоящий момент правительством в целом проводится работа под контролем председателя правительства по подготовке к открытию к учебному году с соблюдением всех требований.